Заседание началось с краткого отчета министра ТУДА и социального развития Карачаева-Черкесии Мурата Тхокохова. Он поделился с присутствовавшими планами министерства, которые направлены на улучшение жизни инвалидов. Среди основных проблем министр назвал отсутствие в Карачаево-Черкесии интерната для незрячих детей и интерната психоневрологического профиля. Сегодня многие детишки вынуждены находиться в подобных учреждениях, расположенных в других регионах. Там они получают нужный уход и лечение. Я еще была в интернате для незрячих детей, вот специально в Ставропольском крае. Специально нашла наших деток среди общей массы. Там наших деток на тот момент было 9 человек. Вот когда я у них спросила, ну вот самое главное желание у вас. Они все сказали, нам здесь нравится, их там всему учат, действительно, начиная с готовки еды, заканчивая профессиональными навыками. Но мы хотели бы, чтобы мы были все-таки дома. Планы по строительству сети подобных социальных учреждений в республике уже есть, заявил Мурат Хакухов. Две недели назад глава Карачаево-Черкесии встречался с министром Туда и социальной защиты России Максимом Топилиным и обсуждал все эти вопросы. Строительство подобных учреждений Мурат Хакухов назвал лишь делом времени. У нас основными являются все-таки вопросы на сегодняшний день. Это вот развитие социальных учреждений, психо-навирусов, неврологического профиля, реабилитационный центр для умственного целого детей, отдых детей, ну такие основные крупные. В некоторых субъектах работает пилотная программа по созданию доступной среды обитания для людей с ограниченными возможностями. Подобный проект создан и в нашей республике. Рельефные покрытия на пешеходных переходах, звуковые светофоры, маячки на социальных зданиях для слабовидящих, звуковая огласка остановок в общественном транспорте. Конечно, в идеале все это должно было бы быть. Но пока для инвалидов, живущих в Карачаево-Черкесии, такие простые вещи, как поход в поликлинику, магазин, аптеку, превращаются в поход с непреодолимыми препятствиями. Это все должно быть в муниципальных центрах, районах, то есть в среде обитания этих людей. В финансовом плане это не так дорого. Представители фонда социального страхования поведали о проблемах санаторно-курортного обеспечения инвалидов и ветеранов. Сегодня не все желающие могут попасть на лечение в санаторий, несмотря на то, что это право для инвалидов предусмотрено законом. Какая есть проблема сразу? Недостаточное финансирование. Большинство заявок, которые у нас поступают, они не обеспечиваются в связи с тем, что средства идут недостаточными. Вторая проблема здесь по санаторно-курортному лечению – все-таки недостаточная стоимость одного и курика дня для лечения. Потому что в санаториях минимум с тысячи начинается уже это, это как минимум. А у нас 879 рублей. Многие санатории просто даже не хотят на это обращать внимания. Руководитель бюро медико-социальной защиты Умар Хабчаев попросил обратить внимание правительства и на проблемы трудоустройства инвалидов, разработать соответствующие программы. Человек не должен просто сидеть дома. Для того, чтобы чувствовать себя полноценным членом общества, он должен иметь возможность трудиться, конечно же, в силу своих возможностей. Права инвалидов ущемляются, а отношения общества, прямо скажем, немилосердные. Сказать, что ничего государством для инвалидов не делается нельзя, только вот достаточными эти меры тоже пока не назовешь. Хатима Куршева, Миха Каракелян. Итоги недели.